Синовский предупреждает об угрозе паводка на Селегере. По данным гидрологов, на озере в районе Осташково достигнута отметка «высокое половодие». Между тем, даже в Твери есть отдельные места, где до сих пор стоит высокая вода. Причем такая ситуация повторяется из года в год. Наверное, многие обитатели частного сектора хотели бы иметь у себя во дворе собственный бассейн. Маргарита Дудрева едва ли относится к их числу. А все потому, что у нее уже третий год подряд, во второй половине весны, водоем появляется сам по себе. Причем нередко заливает весь участок, что уже сказывается на ее доме. Опустились полы сантиметров, мне кажется, на 10. Муж сказал, что буду залазить смотреть, когда все высохнет. Наверное, там какая-то балка уже сгнила. Но от такого вот в воде стоит все. Потолок начал в комнате, через всю комнату лопнул. У ее соседки Наталья Мицкевич ситуация точно такая же. Тоже повсюду вода. Так что в дом попасть можно только по мосткам. А о том, чтобы пройтись по участку, и речи не идет. Затопило весь огород, весь подпол в воде. Все отходит. До этого как-то не было такого. А вот сейчас третий год у нас уже вот так оно и есть. Не знаем, к кому даже обращаться. То есть власти бездействуют? Да, конечно. Им наплевать. Справедливости ради Маргарита Дудрева отмечает, что изредка к ним приезжает машина и часть воды откачивают. Но все это полумеры. По ее словам, проблему надо решать кардинально. А именно восстановить дренажную систему квартала, нарушенную несколько лет назад. Когда начали строиться коттеджи, вот все, все дренажные системы засыпались. Ну еще у нас была канава. Водоканал проводил воду, как они сказали, что в новые дома Мамулина. Они также засыпали и эту канаву. Вот и нас начало топить. По опыту прошлых лет люди знают, что вода, конечно, уйдет. Но это будет в июне. А значит, и нынешней весной про пассивную кампанию можно забыть. В такой ситуации Маргарите и ее соседке остается утешаться тем, что у них теперь есть, можно сказать, собственные утки. Пернатые чувствуют себя как дома. И, похоже, они единственные, кто рад появлению таких водоемов на улице Кирьянова.